Сегодня мы отправляемся на запад, в богатые озерами и водохранилищами Шарыповский район, с экскурсией в одно из рыбных хозяйств. Один из видов радужной форели, которую мы выращиваем на рыбном хозяйстве города Шарыпов. Резвая рыбка водится в хозяйстве на Березовском водохранилище. Вода здесь теплая, 10-15 градусов даже зимой и чистая. Вот где, оказывается, ораки зимуют. А они, как известно, первый признак чистоты водоема. Еще планктона очень много, то есть самая комфортная среда для подводной жизни. Березовское водохранилище богато фитопланктоном, поэтому мы можем позволить себе выращивание толстолобика в наших условиях. Толстолобика даже кормить не надо, сам находит и ест. За два года вырастает до двух килограммов. Еще раз водят сибирского осетра. По внешнему виду он отличается от морского отсутствием вытянутого носа. Но эта особенность на пресноводье, да еще и в таких комфортных условиях, где корм буквально под ногами, а точнее под плавниками, нашему осетру ни к чему. Рыбное хозяйство в Шарыпово молодое. Существует всего пять лет, но за это время вышло на объем производства 100 тонн рыбы в год. Это много и хватает сегодня для того, чтобы накормить рыбой Шарыповский район и отправлять в Красноярск и Иркутск. Там нашу рыбку, говорит директор хозяйства, даже предпочитает местной, байкальской. Более того, развиваться и осваивать новые рынки предприятию тоже сейчас помогают санкции. То, что наше правительство все-таки на импортозамещение берет курс, надеемся, это огромные, даст нам плюсы, занять свою какую-то нишу. Ну, есть, конечно, и минусы. О них нужно сказать, что та же самая экономическая ситуация имеет и оборотную сторону на сегодня, потому что мы форель, конкретно форель, кормим импортными кормами. Это евро со всеми вытекающими. Это стоимость кормов основное в ценообразовании форели. И нам бы очень-очень хотелось, и мы этого ждем в России, чтобы появились заводы с надлежащим качеством кормов. Подорожавшие импортные корма, конечно, немного подкосили успехи предприятия, но есть надежда на государство, которое сейчас готово поддержать сельхозпроизводителей по отдельным направлениям развития. Среди этих направлений – переход от производства сырья к готовой продукции. Главный акцент делается сегодня на переработку. То есть мы научились производить очень много хорошего и качественного сырья. И это сырье по своим параметрам, оно, скажем так, очень высокого качества. Но это сырье теперь необходимо превратить в конкурентоспособную продукцию, ту продукцию, которая дойдет непосредственно до населения. И такие планы – выпускать рыбу соленую, копченую и рыбные консервы – у хозяйства есть. Но и свежая рыба с шарыповского хозяйства на прилавках выделяется среди импортных аналогов. В том числе и по цене. Свежемороженная форель в красноярских супермаркетах стоит 300 рублей за килограмм. Одна штука весит от 1 килограмма до 3. Кто-то скажет, что на вкус и цвет товарищей нет, и норвежская океанская форель вкуснее и лучше для заморских салатов и закусок. Но шарыповцы свою рыбку уже распробовали и покупают ее не только из чувства патриотизма. Я вообще не любитель импортных продукций. Особенно в последнее время, когда мы все узнали, сколько там всяких вредных добавок, и вообще где она выращивается, эта рыба. Ну, как-то предпочитаю всегда брать свое отечественное. И вот на нашем рынке появилась в последнее время вот эта шарыповская форель, шарыповский осетр. С удовольствием всегда специально ищу, с удовольствием покупаю, зная, что они выращиваются именно в наших чистых водоемах. Ну, как бы тут и чувство патриотизма присутствует, потому что у нас в районе столько много озер, и вот, ну, как-то все это тут перемешано. И патриотизм, и желание есть хорошую вкусную продукцию. Сегодня в России объем ежегодного потребления рыбы 5 миллионов тонн. 2 миллиона тонн до последнего времени мы импортировали. Сейчас эта ниша досталась местным рыбным предприятиям. И все достижения и трудности шарыповского хозяйства сегодня почти как образец всей рыбной промышленности страны. Здесь готовы выйти на производство до 500 тонн в год, не снижая качество. Готовы обеспечить все потребности как в рыбных деликатесах, так и в стандартной продукции в обычной потребительской корзине жителей Красноярского края и соседних регионов. Для этого осталось несколько шагов, и они уже делаются. А завтра отправляемся на юг края, в Минусинск. Узнаем, почему не так просто сегодня продавать натуральное молоко и настоящие молочные продукты. Вся правда, как и из чего делают йогурт. Об этом в следующей серии специального проекта «Наша еда».